всем привет хочу показать часть своей коллекции орхидеи которые сейчас у меня цветет но на данный момент это у меня цветут все мои фалинопсис у меня их немного всего четыре штуки сейчас я вам покажу название сортов я их в принципе не знаю но знаю некоторые и если кто-нибудь подскажет мне их название я буду очень признателен ну давайте посмотрим во первых цветет еще линхостилис цветет он как я говорил в прошлый раз довольно таки долго месяца полтора цветы еще свежие открылись все вот сейчас сегодня попадает конечно солнце запах стоит такой довольно таки сильный пахнут они приятно мне очень нравится их запах обычно у меня все это дело стоит отвернутым к окну то есть я ставлю орхидеи стараясь ставить так чтобы цветы по большей части располагались по направлению к источнику света потому что я заметил когда так происходит то цветение длится значительно дольше и вот я ставлю на такие поднос и вечером я их разворачиваю чтобы они вот так вот чтобы не радовали глаз а днем когда обычно нахожусь на работе то я их отворачиваю к свету коллекция фалинопсисов у меня небольшая у меня всего четыре вот самый крупный из них я не знаю название сорта похоже на city girl но это не она потому что у него вот фиолетовый цвет заходе на лепестки цветок относительно крупный это фалинопсис самыми крупными цветами которые у меня есть вот такие вот лопухи это довольно таки крупная крупный фалинопсис у меня он уже несколько лет я его уже один раз омолаживал потому что вырастал у меня довольно таки большую и я срезал у него верхнюю часть она уже очень хорошо укоренилась и где-то по весне его пересаживал но пересадка заключалась в том что я его просто поставил в горшок большего размера корни ему не растут не распутывал а просто добавил в новый горшок новую кору по бокам ну и снизу поливаю все свои фалинопсисы с помощью пролива ну где-то раз зимой где-то 1 2 2 в неделю поливая их проливом а ну или этом принципе раза три они просыхают довольно таки быстро поэтому так как сидят они у меня в крупной и средней коре поэтому за несколько лет что я выращиваю орхидеи где-то перфалинопсис у меня появился лет восемь назад я ни разу не сталкивался с проблемой гнили ни одной своих орхидеи потому что все свои орхидеи всегда просушиваю следующий фалинопсис это самый первый мой фалинопсис который мне появился лет 8 назад он омолаживался уже тоже не единожды цветет он сюда довольно таки пышно выдает сразу как правило сразу по два цветоноса что чем он примечателен он очень долго держит свои цветы но сейчас я покажу цветок поближе полностью розовый присутствует немного желтого цвета на губе и вот на нижних сепалиях у него есть такой небольшой краб и чем вот отличаются эти два фалинопсиса у него узкие листья если у этого листья широкие то у этого фалинопсиса листья всегда узкие какая есть особенность у этого фалинопсиса он всегда пытается цвести очень пышно но у него это никогда не получается за восемь лет ни одного цветоноса он не дал так чтобы не сбросить часть бутонов но вот на двух цветоносов вот здесь и вот здесь он сбросил по одному бутону но это еще в принципе довольно таки хорошо потому что обычно бутоны у него сыпется значительно сильнее и в принципе цветение получилось довольно таки пышным ну само цветение примерно соразмерно с величиной самого растения а сорт этого фалинопсиса если фалинопсиса если не ошибаюсь называется солинос но может быть это какой-то другой вид почему-то я склоняюсь именно к этому еще один из моих фалинопсисов но это довольно таки частый гость в коллекциях цветет он всегда пышно поначалу у меня была одна розетка мы его подарили была одна розетка с листьями потерявшими тургор с гневыми корнями вы такое ощущение было что шансов у него совсем не было он был куплен в строительном магазине но впоследствии он выдал он свел и на цветоносе выдал розетку если не ошибаюсь вот она самая крупная я ее не отрезал а наклонил так она и проросла в тот же грунт и в дальнейшем он выдал мне еще боковое растение и что самое интересное спустя время казалось бы погибшая розетка продолжила свой рост она хоть и небольшая но даже она пытается цвести вот он один цветочек она мне выдала вот там вот цветы у него конечно небольшие но очень очаровательно не очень яркие и вот цветет он всегда пышно это остатки прежних цветоносов я их не обрезал думал может быть они начнут ветвиться но пока такого я не вижу но начал ветвить уже новый цветонос здесь и вот здесь чем хороши фаленопсисы цветут они очень долго вот вот этот вот если не ошибаюсь который солинос цветы он держит месяцев 5 каждый цветок то есть может держаться месяцев 5 вот цветет он уже у меня два месяца и доцветает он до того что вот уже нижние сипалии у него уже высыхают а питалии и губа остается относительно свежими и зацветает он себя до такого состояния что цветы уже теряют свой шарм они выцветают становятся бледными но все равно он и не сбрасывает все-таки я предпочитаю орхидеи которые цветут более короткое время потому что они не их цветение не режет то глаз к ним не привыкаешь все-таки красота их цветов должна быть более мимолетной но это как на мой взгляд чтобы не вызвать привыкание когда ждешь ждешь цветение орхидеи она процвела месяц но два вот как например у цимпидиумов и думаешь вот не хватило всего лишь одной недели чтобы полюбоваться и цветами но с фаленопсисами такого конечно не скажешь цветут они очень долго ну и четвертый вид моего фаленопсиса цветет он у меня обычно очень пышно несколькими цветоносами или ветвила цветоноса но в этот раз ему что-то не понравилось и вот бутоны он у меня сбросил другая другой цветонос у него продолжает открываться и вот дал ответвление от старого цветоноса ну возможно это связано с тем что я ближе к осени его пересаживала его тоже омолаживал кустик было уже растение было уже довольно таки большим и вот корни у него начинают расти и вверх и вниз их там достаточно видно через дренажное отверстие но возможно он просто не нарастил достаточную корневую массу все свои фаленопсисы я держу в коре средней фракции как правило и поливая их исключительно проливом с полной просушка течение нескольких дней они могут терпеть полную просушку в течение недели причем ничего абсолютно не делается их цветам то есть их можно спокойно подсушивать неделю куда-то уехать и не переживать за них они даже не сбросят свое цветение оцветает уже моя котле остался один цветок цвет он набрал он стал такого же цвета ну вот вот он сегодня завтра он наверное уже упадет цвела на где-то месяц конечно ей надо дать побольше будет света я летом ее попробую вынести на балкон на яркий свет у меня на балконе часов шесть присутствует прямое солнце что могу еще сказать абсолютно не требовательны к влажности воздуха влажность воздуха по 30 процентов для них абсолютно не проблема но сказать что нужно выращивать фаленопсисы вот только так или так этого так сказать конечно нельзя потому что многие выращивают их и закрытых системах и с мокрыми ножками и прочее но я все-таки считаю что корневая система будет более здоровая при поливе с просушками я вот когда их пересаживал огромный ком корней гнилых корней нету и корни полностью белые то есть я их не выращиваю в прозрачных горшках я считаю что это в условиях дома дома это в этом нет никакой необходимости мы все знаем что корни у них также участвует фотосинтезе но у таких здоровенных лопухов эту функцию в принципе очень хорошо выполняет листья и участие корней фотосинтезе в принципе не требуется стало понемногу появляться солнце у меня день прибавляется заходит совсем по чуть-чуть у нас совсем было пасмурно и вот сейчас мы понемногу начали видеть солнце но еще совсем очень понемногу и вот повторно цветет моя галиандра она пахнет запах сладкий у нее она у меня цвела цвела месяц назад цвела где-то неделю о неделю пардон где-то месяц и вот разветвила свой старый цветонос выдала еще три бутона один он открылся и вторая бульба который более мелкого размера выдала цветонос одним цветком он только открывается эта орхидея может повторно цвести очень долго вот такие вот граммофоны но это не все мои цветоны сейчас посмотрим еще некоторые но часть орхидеи у меня как я говорил еще пока в бутонах снимать я их не буду показывать но те которые открылись я покажу вот например мой башмачок он хоть сейчас и не цветет это третий бутон у него очень длинная пауза он прекратил развивать свой цветонос и вот развитие только недавно снова начала продолжаться причина такой остановки мне было в принципе понятно и вот относительно недавно я только увидел что послужило этому причина это вот вот такой вот новый рост выдала мне новый рост когда он начал вылазить развитие цветоноса остановилась но вот сейчас потихоньку начал снова набирать обороты почти полностью отцвел мой дендробиум осталось всего пара цветов но как я уже про него рассказывал вот еще где-то еще где-то на этих бульбах начинать потихоньку появляться вот напухает почка вот так вот начинает появляться новые цветочные почки вторая волна его цветение будет но уже не такая пышная там будет буквально я так понимаю несколько цветов эти бульбы еще в принципе они хоть уж еще и вызрели но им еще нужно время туре мой был очень большой куст я его тоже омолаживал летом принципе он растет тоже очень быстро цветение бесконечное этот этому цветку он уже зеленый уже больше года также у меня есть вот такой вот папоротник висит он у меня вот что ему достается от окна и плюс вот три такие лампы суммарной мощности в 30 наверное светодиодных это оленей рога куст уже очень большой в прошлом году он не спороносил на ваях выращивал на концах вай были такие вот как коричневый налет как я понимаю это были споры но в этом году такого нету очень большой куст очень тяжелый проблемно его стала поливать я выношу ванну поливая из душа после того как он напитывается водой становится просто неподъемным я боюсь как бы он мне не выломал рано или поздно эти кронштейны на которых он висит так же набирает бутон свой дракула про нее я расскажу отдельно первый блин был комом выдала уже очень большой бутон видно было что он вот вот должен был открыться и она его сбросила ну хоть после того когда я вас бросила его скрыл руками и посмотреть как должна была выглядеть это обезьянья мордочка изнутри губа уже была полностью сформированной принципе очертания обезьянь его лица уже было довольно таки хорошим возможно и не хватило влажности я уже боюсь что у меня плесень скоро цвести начнет где-нибудь на потолке а ей все влажности мало про нее я поговорю отдельно у меня сейчас не знаю будет видно это 20 градусов 57 на данный момент влажность упала ну вот локальная ей повышая с помощью увлажнителя воздуха влажность очень непростая орхидея и я чувствую что я превращаюсь в раба ее капризов поначалу вроде бы казалось что с ней можно договориться но пока пока у меня не получается если нет балкона который можно поддерживать постоянную влажность и температуру или лоджии конечно с таким растение будет очень тяжело и вот еще что я вам хочу показать с этим видео с него я начинал видео на своем канале его повторное цветение два дня назад он открыл последний бутон это его шестой цветонос он против мне четырьмя цветоносами цвел он где-то два с половиной месяца буквально недели две назад он отцвел развивал мне пятый цветонос что посмотрим вот этот вот тот цветонос был отвернута цвета и где-то на середине своего развития он остановился но причина мне было принципе понятно света он совсем не видел света так на на него не попадал и когда я скрыл чехол бутоны внутри почернели в принципе я догадывался что такое могло бы могло будет случиться и этот процесс можно было остановить если аккуратно вскрыть чехлы чтобы бутоны все-таки не замокали внутри но вот в чем такая вот была был приятный сюрприз дело в том что это же самое псевдобульба выдав после остановки развития и почернение бутонов этого цветоноса сразу же вы выдала новый цветонос уже без стимуляции никакой стимуляции не понадобилось но это я могу объяснить тем что все-таки при цветении орхидеи у них меняется гормональный фон и если его гормоны уже сместили сторону цветения и процессе она не смогла в принципе по инерции он выдал мне новый цветонос только благодаря этому цветонос был уже повернут к окну я его развернул и рост довольно таки быстро плюс плюс прожектор как я показывал а там висит у меня мермикофила ее привез кубы сейчас подобрал ее в парке со срубленного дерева бульбы все валялись по сторонам ну вот такую вот себе выбрал конечно не знал сможет ли она мне что-то дать но вот она мне вот выдала ростик и со старых корней казалось уже полностью мертвых она выдавать начала выдавать мне молодые корешки я наливаю сюда воды и на несколько часов я ставлю в воде под очень яркий цвет прожектора вот смотрите она уже полностью покраснела даже новый рост имеет такой красноватый оттенок а я сделал замеры и непосредственно у прожектора более 100 тысяч люкс и этого более чем достаточно ну этот цветонос буквально на днях сегодня завтра я срежу он идет на срезку сейчас посмотрим еще раз хоть полюбоваться на него самому да настоящий король конечно как и всегда считается видим это настоящий король орхидеи ни одно цветение не вызывает такого трепета конечно просто шикарно даже казалось бы довольно таки не яркое цветение но цветки зеленовато такие кремовые но вот сейчас они недавно открылись цвета не еще полностью не набрали не такие более зеленоватые имеют оттенок в дальнейшем они становятся более белые с таким кремовым оттенком ну еще что я хотел показать это свою целогину про нее как-то разговаривал с ребятами на ютюбе с девчатами как выглядит эта проблема вот недавно она мне выдала вот такие кстати желтые пятна но возможно это было связано с тем что от уложнителя воздуха на него попадает вода попадает вода ну не знаю возможно что-то все-таки скрывается в какие-то внутренние и заболевания она выдает мне цветоносы уже который год и останавливает их развитие вот этот цветонос еще хорошо подрос вот видно что он пытался продолжить рост но его псевдобульба вот она уже начала наливать новую бульбу все за это значит цвестина он дальше уже не будет и вот придут еще где он у меня еще один цветонос потерял вот он он и вовсе остался очень маленьким не стал развиваться бульба уже можно сказать налилась поэтому надеяться что он продал продолжить свой рост уже нельзя они росли у меня в разных горшках но в целях экономии места я их обрезал корней там было навалом корни были все живые то есть состояние корневой системы было просто отличное они были значительно длиннее резома несколько бульбы я отсек и посадил их в один горшок раз они ведут себя одинаково значит и сидеть будут у меня вместе честно говоря либо целогина не моя орхидея но у меня уже опускаются руки потому что понять причину такого поведения я не могу растут они у меня я ему обеспечивал и досветку растут они у меня довольно таки на хорошем цвету постоянная влажность температура прохладные градусов 20 бывает и 18 но цвести так и не хотят возможно их сильно в этот момент поливал возможно стоило останавливать полив чтобы не развивались псевдобульбы и было время на цветение ну я не знаю но это пожалуй все что я вам хотел показать у меня все пока пока